И с 28 октября накануне каникул Бриллиантовый цирк Якутии представят внимание жителей и гостей столицы столичную международную программу «Ехали медведи». Практически все номера – это эксклюзив, и среди них есть даже те, которые занесены в книгу рекордов Гиннеса. И мы с удовольствием вам представляем художественного руководителя шоу Владимира Топчева, артиста шоу «Ехали медведи» Илью Ершова и, конечно же, мистера Джонни. А также у нас в гостях Вилли и львенок Черри. Доброе утро! Доброе утро! Итак, мы знаем, что из-за закрытия паромной переправы вы и 8 цирковых фургонов застряли на берегу Вилю. И вот скажите, как вы все-таки добрались, кто вам помог в этом? Очень интересная была действительно ситуация. Ну, с погодой не поспоришь, то есть переправа закрылась немного раньше, чем мы ожидали, и мы не смогли перебраться, но спасибо службам МЧС, спасибо властям города Вилюйска, то есть они все очень оперативно отреагировали, отозвались на помощь, и очень технично, быстро, грамотно они нас всех переправили на этот берег с животными. И вот тоже и Черри у нас там же ехал. Но все-таки три дня, да, вы простояли? Да. Вот как вот пережили животные, шок этот? Был ли шок? Или шок, а не было? Или это средовая ситуация, в принципе, часто бывает. Они как бы привычны ко всем этим. Ага. Ну, слава богу, шоу состоится. И поскольку мы вначале говорили, да, вот что некоторые ваши трюки внесены в Книгу рекордов Гиннеса, вот что за трюки такие, да, в чем опасность? Ну, как бы не сам трюк, занесена в Книгу рекордов Гиннеса сама сложность этого трюка. Это, по мне, будет переезжать автомобиль трехтонный. О-о-о. И по сложности этот трюк занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Действительно третонный автомобиль выглядит? Там нету секрета никакого? Нету никакого секрета. Автомобиль будет браться из салона, поэтому все по-честному. Ой, три тонны по вам, да? Ну, я вот вижу, вы принесли с собой гвоздь и молоток, наверное, этот трюк тоже, да? Это тоже один из уникальных трюков, да. Можно показать вам. Ага. А-а-а-а. Ой, нет. Мамочка. Это как? Ой, извините. Гвоздик настоящий, можете проверить. Гвоздик настоящий, да. Я не буду проверять. Таких трюков будет много, поэтому приходите. У вас специализация, как раз такие экстремальные номера, да? Да, ну, вот дрессирую кошечек и собачек, обезьянок, енотов. Экстремально. И вот силовой экстрим работает. Ну, ваше шоу называется «Ехали медведи». Вот медведь сегодня к нам не смог, наверное, на эфир, да, прийти? Нет, не смогу. Вот что делают ваши вот Вилли, что делает Черри, что вот они умеют делать? Ну, Вилли может показать немножко. Да. Из-за того, что он умеет. Вилли как? Вилли, 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 Вилли. Иди сюда. Идем. Давай, давай, в пальцы. Ай, молодец, молодец. Давай, пироид. 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 Оф. Оф. Молодец. Молодец, Вилли. А Черри? Черри нашу маленькую. Черри маленькую. Учится такая, да? Это девочка, да? Да, это девочка. Ей три месяца всего лишь. Ей еще рано репетировать, то есть специально надо, чтобы они подросли, как бы так поумнели, косточки окрепли, да, и тогда уже можно с ними. Можно потихонечку репетируем, но здесь в студии надо. Ну, она тоже как участница программы будет, да? Она нет, она еще пока не работает. Смотрит на старших товарищей. Да, она смотрит на старших товарищей, и как бы зрители могут с ней сфотографироваться на память. Ну, шоу у вас называется «Ехали медведи». То есть медведи – это… Главные герои. Главные герои. А можете рассказать немножко, чем будут заниматься медведи? На чем они будут ехать? На чем будут ехать? Будут там самокати кататься, на велосипеде будут кататься, и вот тоже уникальный трюк такой – медведь будет ходить по канату. А-а-а. Да. По канату прям. Натянуто, горизонтально. Сам залазит и сам идет. Много вообще зверей задействовано? Ну, сколько у нас голов. Где-то зверей 25, так вот будет. Ой, много. Мистер Джонни, а вы у нас ведущий, да, шоу, или у вас есть тоже какие-то особенные номера? Нет, я… Они специально пригласили к качеству ведущих. Ага. Что мы это занимаемся. То есть вы не дрессируете животных? Нет. Но животных вы любите? Ну, люблю немножко. А кого больше из ваших подопечных? Из 25 голов. Кто больше нравится? По характеру, может быть, кто нравится? Вообще мне все нравится. Просто я не верю в 100%. Вы прекрасно говорите по-русски. В России вы давно уже, да? Ну, давно. Ага. Где-то 8 лет. Можно узнать насчет безопасности? То есть там будут животные, хоть дрессированные, но все равно животные. Как будет осуществляться безопасность зрителей? Ну, как бы те животные, которые опасны, они будут на поводке. Ну, как бы опасности нет. Нет никакой опасности. Да, в этом плане не переживайте. То есть у нас подготовленные сотрудники. То есть мало того, что все животные постоянно под контролем. И в случае, если какая-то теоретически какая-то непредвиденная ситуация, то всегда есть ребята, которые на подхвате, которые всегда помогут. То есть для зрителя абсолютно никакой опасности нет. То есть все совершенно безопасно. Ну, вот вы сказали, что у вас 25 животных. И медведи, и львята, и собачки, да? А кто лучше подается до дрессировки? Собачки. Собачки. Конечно, собачка, да? А вот из диких зверей? Ну, медведи, наверное. Да. Вот я заметила, в Виле, да, чтобы вот он сделал какое-нибудь задание, выполнил задание, да, вы его немножко подкармливаете? Ну, он и так сделает, но прикормка нужна поощрение. А вот медведя как? Тоже, да. А чем вы прикармливаете его? Ну, сгущёнка, конечно. Сгущёнка? Конечно. Они любят сгущёнку. А в каком возрасте вот ваши артисты, вот медведи, в частности? Сколько им лет? Так, ну, уже, наверное, года три. Они там разный возраст есть. И когда они уходят на пенсию? По-разному. Есть, работают и до 15 лет, есть, работают и до 5 лет. Я читал отзывы, говорят, что у вас есть такие номера, от которых стынет кровь в жилах, которые опасны, ну, наверное, для непрофессионала. Ну, есть у нас гимнасты, которые, девочки летают на кольце, а есть парень-гимнаст, который на метров 6-7 вот так стулья ставит, и без страховки залазит на самый верх, и наверху в стойке на руках стоит. На стуле? Прямо на стуле. Довольно достаточно много, значит, номеров будет без страховки, да? Ну, будет, да. Ну, и в том числе вот то, что Илья показывал, как он забивает в нос себе гвоздь, и как по нему будет ехать трехтонная машина, это тоже, у меня уже ладошки вспотели от оволнения. Итак, ваше шоу состоится, стартует с 28 октября, да? 18.00. 18.00. И как долго продлится вот ваше представление? В течение какого времени? 4 недели мы будем находить у вас, до 20 ноября. Ага. И будет это все происходить в Саха-Цирке? Да, правильно. Сколько будет примерно стоить ваш билет? Может быть, у вас какие-то есть акции, да, по приобретению билета, или вот, может быть, розыгрыши уже по входным билетам? Ой, знаете, у нас постоянно вводятся какие-то розыгрыши, какие-то акции, например, при покупке двух билетов, третий в подарок. То есть они постоянно меняются, добавляются. Я предлагаю вашим жителям звонить, как бы, в кассу, узнавать подробности, потому что акции все время новые. Ага. Ну, будем следить за новостями. Огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе. Спасибо, Черри. Спасибо огромное, Вилли. Обязательно посетим ваше шоу, дорогие.